Мечтала попасть на поле чудес с 9 лет. Даже мама постоянно уговаривала, давай, говорю, поедем, я даже сама тебе буду буквы подсказывать. На что мама сказала, вот вырастешь, сама поедешь. Как говорится, маму надо слушаться, выросла и приехала. Лия на редкость целеустремленная девушка. Нелады со здоровьем, тому не помеха. Оказавшись у заветного барабана под прицелом объективов видеокамер, Лия не растерялась. И услышав задание, стала угадывать одну букву за другой, чем немало удивила Леонида Аркадьевича. Тысяча очков. Буква? Н. Н? Да. С ума может сойти. Откройте! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Меноминально. Мам, какую? Правую, левую? Правую? Правую. Правую. Я еще до игры решила, что если вдруг выпадет так, что две шкатулки, я предоставлю выбор маме. И какой бы она выбор ни сделала, я с ней соглашусь. Мама Лии по праву может гордиться дочерью. Несмотря на то, что ходить девушке удается с трудом, она добивается поставленных целей и не сидит на месте. Сейчас очень удобно в том плане, что и на ЖД, и в аэропортах, везде есть услуга помощи маломобильным гражданам. Это помогает мне максимально реализовывать свои мечты и достигать любых городов, поселений, куда бы я не захотела поехать. Студия оказалась неподготовленной для маломобильных игроков. Похоже, что Лея стала первой участницей с диагнозом ДЦП, но команда программы постаралась это компенсировать. Они пытались помочь, но дело в том, что я привыкла все делать сама, и потом они уже с осторожностью подходили и спрашивали, можно вам помочь. Единственный был нюанс, что было не очень удобно сидеть, и поэтому я думала о том, как бы оттуда не упасть, иначе бы у половины зала точно случился бы приступ. Я никого в этом не обвиняю. Я из этого сделала вывод, что скорее всего, но я могу ошибаться, но скорее всего, наверное, с таким диагнозом, как у меня, может быть, я была первым участником. Я думаю, что если бы до этого были люди с таким диагнозом, скорее всего, уже было бы что-то предусмотрено, чтобы было удобнее. В остальном все было так, как Лея себе и представляла. Правда, студия, говорит, оказалась чуть меньше, чем видится на экране. Зато Леонид Аркадьевич ее ничуть не разочаровал. Такой же позитивный, как и на экране, очень простой. Он перед началом съемок заходит к игрокам и тоже настраивает нас, чтобы мы не переживали, не волновались. Как он сказал, самое главное в студии – это вы. К своей мечте Лея пришла вместе с мамой. Благодарна ей и всем жителям Агидели, которые помогли достигнуть цели. Специально для девушки был организован благотворительный концерт. Мы узнали, что Лея у нас представляет наш город на поле чудес. И мы решили, во главе с нашим директором Хузиной Зелякравной, решили поддержать Лею и организовать такой благотворительный концерт по сбору средств. На поездку, на съемки поставили такой очень добрый, веселый благотворительный концерт с песнями, с танцами. Сбор средств, кто сколько мог, мог оставить средства при входе в зрительный зал. И в конце концерта мы вручили Лее собранные средства. В финал программы Лея не попала, но это считает далеко не самым важным, ведь она осуществила еще одну свою мечту. Отношению к жизни и трудностям, которые встречаются, можно только позавидовать. И даже аббревиатуру своего недуга Лея расшифровывает иначе. Для себя я решила, что это будет достигнет цели победителя. И даже когда я там где-то пишу в письмах или куда-то когда обращаюсь, я осознанно ДЦП пишу с маленькой буквы, потому что когда пишешь заглавную букву, это как, ну лично для меня это как барьер. А если с маленькой, то вроде как перешагнула и дальше пошла. Побывав на поле чудес, Лея уже наметила себе еще одну цель, которой наверняка добьется. Надо попробовать поехать на другую передачу в Останкино и посмотреть, а как же там, приспособлено ли или нет. Потом приеду, все расскажу. Редактор субтитров А.Семкин